Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать еще один компонент моей солнечной системы, которую я буду делать. Это фотороле. Фотороле не просто, которое у нас в обычных магазинах продается, а фотороле на 12 вольт. Причем переменка в постоянке, но нагрузка 10 ампер. Тоже нагрузка, переменка, постоянка здесь не стоит. Видимо реле стоит какой-то ключ, то есть все по 12 вольтам. Но если ключ как бы это тоже неплохо, потому что ток маленький, потребление будет. И для солнечной системы это тоже немаловажно. Вешается, я предполагаю, так, в таком положении. Потому что здесь какое-то отверстие, вода может попадать. Хотя бы я его заклеил, честно говоря, не знаю, зачем мы его сделали. Реакция на освещение осуществляется, скорее всего, через такую белую светопрозрачную крышечку. Схемы освещения я нарисовал по памяти. Фотороле, здесь аккумуляторная батарея, black white. Вот это я не подписал. Это у нас red нагрузка. То есть это для обычной лампы, для каких-то там других типов ламп. Там есть какой-то еще вариант, что-то надо, типа, подключить. Не помню чего. В общем, как бы мне это не нужно. У меня светодиод не будет, поэтому мне лишнее не надо. Вот, в общем, значит, такой вот реле. Куплено, конечно, на алиэкспрессе, стоит оно недорого, в районе 170 рублей. Вот, сейчас мы разберем, посмотрим, как оно устроено вообще, можно ли его ставить. Воткнули. Такие же фотороли есть на 220 вольт. Точно такие, точно в таком же корпусе. Интересно, так раскрывается. Не похоже, как бы на электронное устройство. Но нет, смотрите, я ошибся. Здесь стоит обычная релюшка, к сожалению. Значит, она тоже будет потреблять у нас. Релюшка на 10 ампер. Так вот, ну, стоит микросхема какая-то там видно. К сожалению, у меня телефон начинает лагать. Видимо, перегрелся уже. К сожалению, стоит обычная реле, диодный мост, поэтому мы переменку можем свободно подавать. Это у нас датчик. Фотодатчик как раз сам. И релюшка, соответственно. Посмотрим, что тут они поставили. Припаян это не через отверстие, а просто вот провода так припаян это кустарно совсем. То есть вполне невероятно, что они могут отвалиться. Так. Питание, видимо, осуществляется схема через резистор, через этот, только ограничивающий. То есть он еще будет тоже подъедать у нас. Не пойму, стоит диод. Вот этот диод на что у нас? Ну, в общем, на управление катушкой. Что ж, диод должен быть? Управленный на катушке. Обратное включение. Не знаю. Поставили. Постоянка питается, поэтому диод должен быть иначе. Просвет эту микросхему. Выход от микросхемы. В общем, время покажет. Не вижу я пока. Один и второй. Такое ощущение, что не поставили делать. Ну ладно. В общем, посмотрим, как в эксплуатации это будет штука. Вот так вот, пока вот так сделано. То есть я показал вам, кто думал о приобретении такой штуки. Может быть, видео будет полезно. Я думаю, на 220 вольт сделано аналогичным образом. Только может быть схемных компонентов побольше, потому что там для понижения напряжения. Так, ну вот, в общем так. Все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. До свидания.